Шеф-повар, Максим Григорьев. Груши запеченные с рикоттой. Запеченные груши с миндалем и рикоттой, легкий во всех смыслах десерт. И готовить просто, и лишних килограммов не добавят. Сочетание груши с миндалем вполне традиционно для сладкой выпечки, так почему бы не расширить границы его применения. Время приготовления – 25 минут. Ингредиенты. Апельсин 1 штука. Груши свежие 2 штуки. Кардамон 1 щепотка. Корица молотая 1 щепотка. Мед 50 мл. Миндаль 25 грамм. Миндальный экстракт 0,1 мл. Сыр рикотта 150 г. Шаг 1. Груши запеченные с рикоттой и миндалем делаются очень быстро. Для приготовления 4 порции потребуются следующие ингредиенты – крупные груши, рикотта, апельсин, жидкий мед, миндаль, кардамон, корица и миндальный ароматизатор, хотя предпочтительнее, конечно, будет натуральный миндальный экстракт. Шаг 2. Апельсин хорошо помойте, а затем снимите с него цедру. Можно воспользоваться специальным ножом, как у меня, а можно просто мелкой теркой. Важно снять только самый верхний тонкий оранжевый слой кожуры, не трогая белую мякоть под ним. Шаг 3. Миндаль положите в измельчитель вместе с цедрой и порубите в мелкую крошку. Нужна именно крошка, а не мука. Шаг 4. Осталось только соединить все ингредиенты начинки. В мисочку с рикоттой добавьте миндально-цитрусовую крошку, корицу, кардамон, мед 30 и 50 грамм. Ориентируйтесь на свой вкус, и 1-2 капли миндального ароматизатора. Хорошо перемешайте. Шаг 5. Разрежьте груши пополам. С помощью небольшого ножа выньте сердцевину. В середине должна получиться достаточно глубокая ямка, которую заполнит начинка. В каждое углубление капните немного меда, по 0,25-0,5 чайных ложек. Шаг 6. Застелите противень листом пекарской бумаги. Сделайте из фольги колечки толщиной около 1 см 5 мм. Кольца нужны для того, чтобы зафиксировать груши, иначе они будут заваливаться на бок. Начините груши ароматной рикоттой, распределите начинку по срезу ровным слоем. Шаг 7. Запекайте груши с рикоттой и миндалем в нагретой до 200 с духовки 20-25 минут. На последние 5 минут можно увеличить нагрев и включить конвекцию, чтобы сыр покрылся легкой корочкой. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.